Чудо-чудо совершилось на земле Христос, родился Божий Сын, Божий Сын. О Рождестве Христа устами детей. Воспитанники воскресных школ, которые работают при храмах Брянска и районов области, подготовили сцены самой известной библейской истории. Мир тонул в грехах, в печали, где спасение? Вот вопрос. А пророки предвещали, что рождается Христос. Инсценировки, песни, стихи русских поэтов, игра на музыкальных инструментах и даже кукольный театр. Учащиеся воскресной школы Спаса Гробовского храма подготовили постановку, как ангел выбирал из зверей тех, кто мог бы послужить рожденному Христу. Р, позволь, я послужу царю царей, ведь и сам король зверей. Нет никого достойнее меня, охранником хорошим буду я. Но льву помешала гордость, лисе воровство, павлину самолюбование. Лишь смиренных и терпеливых вала и осла ангел взял в помощники царю царей. Очень приятно было посмотреть и на нашего сына, и на детишек, которые занимаются также воскресной школой города Брянска. Готовимся с удовольствием. И это самое, наверное, незабываемое время, когда мы готовимся, когда мы репетируем песни, стихи, монтаж какой-то. Все это очень интересно. Детям это очень нравится. Конечно, чувствуется духовный посыл. Просто мы счастливы. С Рождеством всех поздравляем. Ко всем участникам фестиваля и зрителям от лица митрополита Брянского и Севского Александра обратился протеерей Павел Чекалин. Вы сегодня прославили родившегося Христа. Это тоже доброе дело. А ведь церковь призывает нас в эти дни святочные, как мы называем это, святки, творить какие-то добрые дела, прославлять родившегося Христа делами милосердия, делами любви. На фестивале подвели итоги епархиального творческого конкурса «Рождество приходит в каждый дом». Лауреатам вручили грамоты и сладкие подарки. «Дарит искры волшебства, светлый праздник Рождества, мир приходит в каждый дом. Поздравляем с Рождеством!» Александра Седачева при поддержке Пресс-службы Брянской епархии. Брянск.